Ну, мрази. Сдохните как... Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Да, вообще всё отлично. Вы в России живете, да? В России. Вы не в России, что ли? Ну, я в России. Я проверяю своих всех, как бы, смотрю, что... Интересуюсь жизнью народа, так говорят. У нас тут социальный опрос небольшой. Вы философов каких-нибудь знаете? Вот по именам некоторых хотя бы. Геродот. Ну, плюс-минус, но он историк, скорее. Кого ещё, может быть? Ну, философ. И, наверное, 50% населения Земли все философы. А ну, таких вот признанных, признанных, которых обычно проходят... Знаете, как-то я не это... Они даже в раз плохо, если честно, застали. Ну, знаю. Подумайте. Даю вам шанс подумать, конечно. А для чего это вам? Ну, а конечный результат для чего вам? Ну, так, социальный опрос. Смотрим. Что люди знают про философию? Ой. Так. Философия... Философия... Философия это не точная наука, так что, знаете, можно так нафилософствовать, что... Так что, философов не очень уважаю, не хочу знать... Знаете, почему не то, что уважаю, не уважаю. Каждый... У каждого своё мнение, у каждого своя философия, да, о жизни там. В основном-то философия, она касается нашей посеведневной жизни, да. Философствовать, например, в древние там времена, это одно. Мы не поймём ту философию, которая у нас на сегодня есть. Правильно? Да. А у вас какая тогда философия? И очень... Ну, философия, ну... Опять же, я говорю, такой странный термин философия, может быть, я бы больше тут применил мнение о том или о другом, да. Опять же, касаться какой темы. А, какое у вас мировоззрение тогда, в общем, вот так вот, мировоззрение. Мировоззрение, ну, обычное человеческое мировоззрение, какое оно у меня может быть. То есть, я сужу вот по прожитой жизни, да, и по истории своих предков, то, что они мне рассказывали, да. Какая тогда была философия, и какая сегодня. Какая сегодня у молодёжи философия. Она тоже отличается. Каждое поколение отличается своим мировоззрением, ну, немножко другим. То есть, философия изменчивая, да. Из поколения в поколение она меняется. Ну, правильно, верно. А как к науке относитесь, хорошо? Ну, наука это тоже такое слово растяжимое. Да, действительно. Ну, это может быть, математика это тоже, физика это наука. Ну, космология это тоже наука, да. Земледелие и животноводство это тоже наука. Да, ну, действительно, интересно, интересно. А как к естественным наукам тогда, то есть, такими как физика, химия, биология, вот такой набор возьмём. Ну, смотрите, я отношусь так, как я честно говорю, большого энтузиазма в учёбе по физике, химии не проявлял. Ну, сын у меня очень хорошо выучился, как раз на химическом факультете учился, закончил университет, физику, химию знает на отлично. Не знаю, наверное, потому что я её плохо знал, он её выучил. Неплохо знает. Я к физике отношусь, ну, как физические, скажем, явления какие-то, ну, это факт. Химические эксперименты, кто проводит там, скажем, какие-то химические эксперименты, они приводят, ну, цивилизацию ведут вперёд. Да, бывает и назад, когда вот химические соединения типа там взрывчатых веществ, они откидывают и назад. Ну, типа, когда ядерное оружие, да, там все дела или что? Ну, это же да. Хотя ядерное оружие не совсем химия в данном случае немножко, это уже физика больше. Вы знаете, это и химия, и физика. Ну, да, это и то, и другое, соответственно, конечно. Химия и физика это одно и то же, они же идут в один шаг. В один логический шаг, действительно. Да, и там формулы, и здесь формулы. Но физические явления больше, они относятся к тем, которые происходят, как сказать, они физические явления, они, вот они натуральные, да. Химические это всё-таки искусственные. Смешивание каких-либо, ну, скажем, материалов, да, жидкостей, там, газов или ещё что-то. А физика, всё-таки физические, более реальные физические явления. Так как круговорот воды в природе, наверное, это физическое явление, да? Ну, да. А тёмная материя тоже там есть, все дела. Тёмная материя, темная материя. Ах, ну, тёмная материя, это, опять же, это ближе к философии. Ну, понятно. Потому что это не доказано, это, типа, доказано, научно, но это ещё не факт. Понятно. Понятно. А что вы здесь делаете вообще в видеочате? Ищите людей, побеседовавших? Ну, если честно, я, ну, больше увлекаюсь историей и политикой. Угу. Ну, так как история и политика, они, знаете, они взаимосвязаны. Ну, да. Да, общаюсь, в основном, редко общаюсь с россиянами, в основном общаюсь с украинцами. Понятно. А вы украинец, получается? Нет, я не украинец. А русский? Я, у меня, если по национальности, то нет, не русский. Понятно. Давайте я Москву сниму, в принципе. Не, я понял. Давайте, давайте я спрошу один вопросик, можно вам задать? Да, конечно. Ну, довольно-таки молодой человек, но. Ну. Что вы знаете о таком слове, как национальность? Хмм. Национальность, национальность, национальность. Ну, не знаю, на самом деле. Такой, знаете, тоже хитрый вопрос, как с философией и с наукой. Да, я согласен, интересно. Не, не, не. Вот знаете, философия и наука, здесь, здесь четко, точное определение национальности есть. Хмм. А какое точное? На самом деле, я даже точного не найду. Я знаю, я, может быть, слышал про несколько концепций. Вот здесь как раз сразу история влезает, да. Первое, что история. То есть, ваши предки, ваши деды, это и есть ваша национальность, но они принадлежали к определенному этническому этносу. Славянскому, европейскому этносу. Вот вы, судя по, например, по вашему цвету волос и глаз, относитесь к этносу, ну, скажем так, славянскому, европейскому этносу. Если у вас, например, папа русский, да, а мы определяем не материнство, а отцовство, вы знаете, что по генетике только можно по отцу проверить, ну, принадлежность, да. Потому что гены передает, отцовские, ну, то есть, сперматозоид передает, вот именно вот этот набор хромосом, по которому человек формируется. А женщина, она как бы, ну, считается сосуд для выкращивания, ну, потомка, да. Так что, вот, надо знать историю, для того, чтобы заняться философией, да, это самое последнее, чем можно заняться, надо изучить историю. В первую очередь, займитесь тем, что пробейте своих всех предков. Если вы будете, да, если вы будете знать историю своих дедов и прадедов, вы будете меньше совершать ошибок, это вам просто свыше даже придет. Потому что вы, вы вернулись назад и вы должны знать, потому что это ваши деды и прадеды, это ваши отцы. Но у меня родственники как раз создавали семейные древа, именно с двух сторон, ну, и по папе родственники, и по маме я, в принципе, так себе представляю семейное древо свое, ну, то есть, есть такое. По крайней мере, до начала Советского Союза я, в принципе, видел всех его представителей, хотя бы на фотографиях, хотя бы на фотографиях. И рассказы про них слышал, такое. Да, ну, вы по национальности русский, скорее всего. Да, там, наверное, намешано, но ты не по национальности, знаю, именно генетически, наверное, намешано как-то. Ну, славянская кровь, да, национальность, да. Национальность, ну, дело в том, что вот именно славяне, они, они, славяне же есть и поляки, например, чехи, там, и белорусы, украинцы, они тоже славяне, да? Да. Но, этнос, если у вас там отец был русский, дед был русский, то вы, понятно, что к русскому относитесь. А смешение по-любому было. Например, если кария, глаза, черные волосы, там, они выходцы, скажем, с востока могут быть. А вы знаете, что я раньше думал, что, ну, националисты часто, ну, и нацию как-то примешивают к таким понятиям, как, например, язык. Ну, то есть, не то чтобы к родственникам, к родству, а именно к языку. Ну, то есть, нация определяет не столько наши этнические какие-то показатели, не наша кровь, не наше родство, а как вот именно какие-то языковые параметры. Например, мы являемся, не знаю... Первое, что, вот самое главное, это язык, это придуманная, да, вещь. То есть, она как-то видоизменяется, например, старославянский язык и современный русский язык или украинский, они очень сильно отличаются. Так что национальность не может меняться с изменением языка, да. А вот именно кровь, самое главное, кровь, которая у вас течет, она все расскажет. Вот это точная наука. А как точно? В смысле точная? Не, ну вот, например, да, есть вот, мы многие знаем, знаете, Мар-2 есть такая национальность, да, Эрзи, Мокши, они проживают, типа, Ижевск, языковая группа у них финно-угорская. А представляете, а относятся они, знаете, к какому? А относятся они к народностям, именно тюркским народностям. То есть, они предки тюрков, турков, азербайджанцев, узбеков, туркменов и все такое. В целом интересно. А у вас какая национальность получается? Ну, у меня отец немец, а мать русская. А-а-а. По-моему, я немец. И немец, да, получается? Конечно. И как вы относитесь к немецкой культуре вообще? Я не отношусь, я нормально отношусь, но дело в том, что я родился в Советском Союзе, мне близка культура, как сказать, больше славянская, чем... Хотя немцы это тоже славяне, но они когда-то, в какие-то времена, из-за того, что там происходили и катаклизмы, скажем, эти... Они не только, скажем, военные катаклизмы были, но были еще и планетарные катаклизмы. А немцы точно славяне? Я что-то не понял сейчас, как они были? Славяне, да, да, да. Не-не, они славяне, не все, не все. Есть еще англосаксы, они немножко к другому относятся, к генотипу. Так, не, просто интересно, а почему они славяне? По какому критерию? По крови, да? Я вам скажу, да, восточные земли Германии были заселены, издревле были заселены славянами. Можете даже посмотреть, вот название городов Лейпциг, Берлин, Росток. Это вот эти города, это славянские названия, но они переделаны на немецкий язык. То есть, вот вся восточная часть Германии была заселена славянами. И были германцы, это англосаксы. Это немножко другая, генотип другой, чуть-чуть, к англичанам ближе, да? Там у нас H1N1, а у них H1N2. Ну, то есть, немножко генотип другой, но это европейский генотип. Не, ну, европейский-то понятно, но интересно, интересно. Ну, было разделение. Это из-за того, что были, скажем так, были планетарные катаклизмы, и они там в упадок приводили империи, да? Та же вот Римская империя, да? До Римской империи до сих пор, вы знаете, можете даже почитать по Венеции. Венеция, название Венеции, это Венеды, и строились они на сибирской лиственнице, вот сама Венеция поставлена там в море. И у них очень много славянских названий. Какие-то примеры? Так что, древние римляне, Венеция, та же Венеция, это славянское название, Венеды. А, Венеды, а еще какие? Ну, сказали, много славянских названий, может какие-то еще приведете? Ну, я сейчас не вспомню, но, короче, можете посмотреть, есть исторические, каналы, там очень много сказано об этом. А вы про Задорнова знаете же, да? Исторический вольнодумец есть там такой, потом Айспик, есть такой, между прочим, украинская фамилия, но он здесь по всему миру ездит, и, ну, интересные вещи рассказывают. А вы про Задорнова знаете, у него, по-моему, ну, он... Задорнов, да, Задорнов, между прочим, про Германию там говорил. Ну, вот, 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 он похожими вещами просто, ну, и похожие идеи были, я слышал от него такие же похожие вещи. Умный мужик, в общем-то, хоть и юморист, но одновременно еще вот что-то пытался изучать. Ну, юмористы, они всегда умные люди, потому что юморить, это... Осторожно юморить, это сложное дело. Ну, да, еще остроумие нужно для юмориста, что важно. Просто так, вот у меня не получается остроумить, я что-нибудь сморожу там. Не в попад. Да. И чем вы еще занимаетесь? История, политика, а политикой как занимаетесь? Что изучаете по политике? Ну, политика, ну, и она, понимаете, она более-менее ясна, политика, да? Ну, вот, по отношению... Вы россияне уже, да, в России живете? Да. Ну, вот политика, например, ну, это политика, это сегодняшний политический строй, например, да, политика по отношению страны к стране, да. Ну, если вы родились уже при Путине, да, как вы относитесь к Путину? Нет, я родился еще во время распада СССР, что? Ну, вы не помните, вы родились во время распада, но вы помните только... Я помню Ельцина, я помню Ельцина. Ну, Ельцина вы не можете помнить, потому что вам не до этого было, в политическом плане вы его... Ну, в политическом, конечно, нет. В политическом, конечно, нет. Чисто вот такая сознательная жизнь, конечно, по большей части при Путине прошла. Я еще помню тот момент, когда они сменялись, когда Ельцин сказал, я ухожу, я это по телеку в детстве как раз еще смотрел, застал этот момент. Ну, лет семь было, не больше, наверное, да? Да, десять, наверное, уже было. Ну, десять, да, уже, ну, вы, скажем так, слова запомнили, а смысл все равно не поняли. Ну, да, да, да. Более-менее сознательная жизнь у меня действительно такая прошла при Путине, действительно. Да, и вот почему, понимаете, есть такое чувство, ну, как бы, вот, понимаете, я-то родился еще при Брежневе, да? Я жил при Брежневе, Горбачеве, Ельцине, Путине, и у меня есть, ну, как бы, с чем сравнить, да? Это прекрасное время детства, которое я не сознавал, ну, потом я, как бы, все это продумывал, вентилировал, там, все такое. Было спокойное время при Брежневе, это было просто, знаете, такое чувство, как будто рай был какой-то, но это, во-первых, детство. А детство – это всегда рай. У каждого, наверное, человека. При Ельцине, ну, я вам скажу так, был юношей, вот такое чувство было, что граната под задницей и с выдернутой чекой. А почему так? Ой, я не знаю, ну, это просто был капут, ну, просто капут был полнейший. Жрать нечего, работать нету, киндер жрет капусту и картошку и плачет, и все такое, одежда по талонам, короче, добираться до города, на автобусах ездить, это какой-то кошмар безумный был. Понятно. А у вас какие политические воззрения вообще? За кого вы? Коммунисты, там, не коммунисты? Никакой партии я вообще не понимаю. Нет, я, вы знаете, коммунист, не коммунист, я не понимаю. Нынешних коммунистов я не понимаю. Я вам так скажу, я был секретарем комсомольской организации в армии и еще был секретарем комсомольской организации, освобожденным на предприятии. Успел поработать годик. Скажу, то, что произошло, это уже шло, ну, это должно было случиться. Потому что, как говорил, там, я не помню, Карл Маркс, кажется, да, низы, ой, верхи не могут, низы, вернее, низы не могут, а верхи уже не хотят, да, там, и, ну, в общем, такое дело. Короче, всем все это поднадоело. Вот эти вот, знаете, партийные собрания, там, всякая эта шняга, которую несли, там, и туда, да, ну, то есть это уже всем порядком надоело. На самом деле ничего не делалось, и люди вот эти партийные той закалки, они такие, знаете, по-честному сказать, вот по-нашему, да, они просто были тормоза. Они уже ничего не хотели, они вот, знаете, шли по накатанному, они знали, что будет, да, а это уже неинтересно, все-таки цивилизация идет вперед, и человек хочет добиваться большего, там, да, какие-то, и тем более рядом страны были, там, нам муссировали эту свободу, вот это вот секс, там, одежда красивая, там, поездки по всем странам, да. Это было интересно, когда ты в зажатом состоянии, да, но, когда ты это переживешь, поездишь, узнаешь это все, ты понимаешь, что все-таки та жизнь была чище и понятнее, понятнее. А в каком смысле чище? Да, приходишь к золотой середине, все-таки, что тебе больше нравится? Вот этот секс, разрад, и хер поймешь, что делать, да, сиди там курить бамбук и ничего не делать, либо все-таки что-то сделать для своей страны, да, это все-таки твоя страна, это как твоя квартира. Ты же там пытаешься делать какой-то ремонт, поставить новый унитаз, купить новый стол и все такое, да. Ну, то есть, это же потом надо думать, это же дети будут жить в этой стране, а не в том говне, в котором ты жил. Не, ну, в принципе-то да, в принципе, да. И какое политическое устройство вы вообще хотите вообще, чтобы было, или как оно должно вообще выглядеть? Как прибрежнее? Если я скажу, как я хочу, это долгий разговор, тут, блин, это кирдык полный. А кратко никак? Кратко? Кратко не получится, однозначно, потому что для того, чтобы дойти до того, что я думаю, ну тут как минимум, наверное, ну, может быть, не 20 лет надо для того, чтобы дойти до этого. Ну, можно все сделать иначе, и я думаю, что сегодняшняя цивилизация, или вот то, что дошла цивилизация до чего, да, все-таки, ну, нужно опять, чтобы людей, люди были патриоты своих стран, да, ну, своей страны, своей области, там, своего района. То есть, люди должны быть адекватные, не убийцы, там, не насильники. Вот, то есть, вот этих вот всех людей надо вычистить. Отчистка нужна хорошая очень, на самом деле. Не поймите меня непревратно, что я какой-нибудь там изверг, да, или, ну, на самом деле, вы понимаете, очень много людей, родилось, которых, ну, которых не должно быть на этом. Может быть, они должны, но мы уже поняли, что мы можем дойти до такой степени, что мы сами себя угробим. Вы, вот, я вот чую, так вот идет эта цивилизация к этому, к уграблению себя. Ну, в принципе, в принципе, Освальд Шпенглер, известный культуролог, в принципе, о том же писал, то, что идет закат европейской культуры, цивилизации и все, как бы. Ну, оно оттуда пойдет, да, потому что они раньше к этому пришли. Мы-то тоже к этому идем. У нас, вы знаете, мы начали копировать их, и, как бы, знаете, а копировать это очень быстро к этому прийти, потому что там уже это все придумано, да? Ну, да. А здесь оно просто воплотить. Это не надо годы, это не надо там десятилетия. То есть мы можем, мы деградировать можем гораздо быстрее, чем они. Вполне возможно. На самом деле. Ну, тем более будет страшно, когда вот будет нечего копировать, а мы учились долгое время именно в большей части копированию и воплощению чужих идей. Вопрос в том, как мы смогли бы потом, не знаю, что-то новое придумать, например, может быть. Трудно. Ну, дело в том, что, понимаете, есть все-таки какая-то высшая сила, да, и она потихоньку так толкает человечество в ту или иную сторону, да? Я думаю, что либо она его совсем уничтожит, да? Ну, если вот просто уже много цивилизаций погибло на этой земле за миллиарды лет. Так что и мы можем в лету кануть. Можем. Ну, надеюсь, надеюсь, не канем. Не, молодежь сейчас хорошая пошла, нормальная. Так она нормальная или она развращенная? Вы сказали, что она развращенная. Нет. Нет. А, не, молодежь нормальная? Нормальная. Я, кстати, с молодежью вообще с такой вот, чтобы вот лет на 10 младше меня обычно, но я уже не общаюсь, не знаю, как они. Вы с какого года? 91-й. Ну вот с 2000-ми я почти не общаюсь, поэтому, ну, такое. И что, они ненормальные получаются сейчас? Просто я других людей слышу, наоборот, обычно, критику. Не знаю, у меня сын 93-го, примерно ваш ровесник. Ну, да. Нормальный. Ну, он, по-моему, как раз мой ровесник, я с такими общаюсь как раз по большей части, поэтому, ну вот. А вот что там с 2000-ми годами, я уже не знаю, именно люди, которые родились в 2000-м, например. Ну, им сейчас уже по 20 получается. Ну, понятно. Нет, я как раз переживаю больше за вот, которым лет по 10-час. А что с ними? Случится что-то. Ну, надеюсь, что-то хорошее с ними случится. Вы с какого города? Санкт-Петербург. А вы? О! А, ну вы... Сегодня с... Я с Тюмени, да. С Санкт-Петербургом сегодня разговаривал. У меня одноклассница там живет. Ну, общаемся. Ну, да. Она мне рассказала, первый раз узнал, что такие лосиные вши есть. Хм, никогда не слышал тоже. Такие мухи, такие, знаете, они прилипают, а она где-то там за городом живет, и говорит, пошла за грибами, а там эти лосиные вши ее... Неприятно. Ее покусали? Они людей кусают? Ну, они кусаются, они кусаются, волосы залазят. Я думал, они только лоси есть, а что у них так называют, да? Ну, оказывается, и человеков они там... Ну, а эти, кто они, как они называют? Которые, блин, весной впиваются-то, как они называются-то? Не клопы, а какие-то херни там эти. Ну, короче, в кустах они там... А, понятно. Меня, слава богам, еще никто не кусал, поэтому все хорошо. Слава богам, это правильно сказано. А много богов, думаете? Да. Всевышний один. А, Всевышний один, но богов много. А какие еще боги есть, кроме Всевышнего? Один есть, а потом... Иерархия. Понятно. А кто еще в иерархии, просто тогда интересно по вашему представлению? Ангелы есть. Ангелы, понятно. Ну, они же не боги, получается. Они ваши ангелы. У каждого есть ангел или даже два, а может быть и три. А зачем три, зачем так много? Возвестимость от человека. А сатана есть? Это продавшийся ангел. Ну, да. Черно-черная сторона. Это, ну, как такового сатаны, я думаю, нет. Есть черная и белая сторона. Есть, конечно, так же, как и у нас. Все, как у нас на земле. Это не на небе, это в параллельной реальности все это. Ну, есть параллельный мир, и там это в эфирном. Эфирном или эфемерном для нас. Для нас это эфемерно, а на самом деле эфирно. Интересно, интересно. Ну, спасибо вам большое за разговор. Мне, видимо, уже пора. Спасибо вам большое. Да, если хотите исторические, посмотрите. Вот, раз интересуетесь и политикой, и философией, интересно будет Ice Peak, потом Крамола. А, каналы, да, такие? Да. Да, я знаю эти каналы, вы что, хороший канал, замечательный. Исторический вольнодумец. Записываю даже, сейчас. Я еще вам скажу кое-чего там. Так, еще какой я вам посоветую, это вот такой, что вы тут интересуетесь там всей этой катавасией. Сейчас я вам подскажу. Вот эти вот каналы очень интересные, там вот они рассказывают, ну, реально там, вы знаете, нам историю написали, вот. Даже про Питер там очень много написано. Вот Ice Peak про Питер и исторический вольнодумец про Питер ваш рассказывает, что он был Петром построен. Ну, скорее всего, он был очень даже до Петровский. А в смысле до Петровский, слушайте, я даже немножко задерживаюсь, хочу поговорить, а в смысле до Петровский, что там? Ну, вы помните, может быть, про Петра фильм показывали, да? Ну, как они там корабли строили. Ну, может быть, что ты и видел, но вряд ли. Ну, фильм Петр Первый. Фильм есть Петр Первый. А, я не смотрел, не смотрел. Он съездил, да, он как съездил там в Голландию, научился эти корабли строить, и вот они пилами эти, пилили эти, там, все эти корабли там строили, а потом он Питер начал строить, да, за свою жизнь. Просто вы же Питерис, вы смотрите, да, архитектуру? Ну, конечно, конечно. Вот, представляете, вот сколько лет назад мог ли Петр Первый построить Питер? Ну, не знаю, но он же постепенно строился, то есть, наверное, нет, сразу весь, что? А почему, а почему культура-то древнеримская? Посмотрите, какие, сейчас это очень сложно построить, в нынешний век это очень сложно построить, тот же Зимний дворец. А что там такого? Ну, вы посмотрите, вот, исторический вольнодумец, Айспик, там, там будет доказательство того, что Петр Первый это не строил, это было, он, он, он строил уже на построенном. Блин, но ведь... У вас, между прочим, чаша есть там такая в Питере, большая чаша, которая сделана просто идеально, даже сейчас это нельзя повторить из гранита. Понятно. Так, сейчас, Зимний дворец же, он вроде бы, не знаю, при ком он построен-то, я даже не знаю. Ну, при Петре, или при Екатерине. Ну, считается, да, при ком сейчас, давайте попробую посмотреть. Да, их было много, на самом деле, Первый Зимний дворец, Второй Зимний дворец, Третий Зимний дворец, я не знаю, когда последний был, Пятый. Пятый существующий Зимний дворец, строительство по проекту Растрелия, Зимний дворец при Екатерине Второй, то есть он был уже. Ну, вот, то есть их было несколько, да, на самом деле, вот я этого, кстати, не знал. Ну, в том-то и дело, да, почему их несколько было? А почему? Тоже интересно. Ну, посмотрите там, интересно будет вам посмотреть этих. А, еще, да, там, знаете такое слово, допотопный? Да, знаем. А что он означает, знаете? Примитивный, получается, нет? Допотопный, то есть, допотопный, то, что было давно, но получается, допотопный, дано, да? Нет, но не так это давно было. А, когда? 1700. Потом был? А Романовы, знаете, кто? Да, был. А кто, что? Ну, Романовы, да, знаю, императорская семья, что они? Романовы, знаете, кто такие? Кто они? Они европейцы. Ну. Они были засланцами Германии. Понятно. Так немцы же это славяне, нет? Вы же сказали. Причем, нет, они были засланцы именно англосаксов. А, а как это они через Германию прошли тогда? Ну, англосаксы, они же там, ну, они же вместе жили там. Даже французская, это французская республика не так давно сформировалась там, да? Ее, насколько я помню, в Франции как таковой там не было, там разброд был полнейший. А вы знаете, что у Николая Второго был кузен в Англии, который его не принял? Хм, нет, не знаю. В смысле, и что за кузен? Ну, кузен это, то есть брат. Ну, понял, понял, понял. И что он там делал в Англии? Он там типа вот жил. Да, он там всегда жил. Да, понятно, интересно. Слушайте, вы историю вот так вот изучаете? Вы по каким книгам еще ее изучаете, наверное, правильно ведь? Ну, я по книгам я в школе изучал, а сейчас у нас интернет все дает. Понятно. Ну, то есть вы по таким каналам, как Рамола и там, не знаю, Icepeak вот этот? Ой, че, я очень много каналов смотрю и что-то отсеиваю, что-то, что-то, ну, есть, есть такая, ну, про плоскую землю, понятно, что я такую фигню не смотрю. Ну, понятно, бред, конечно, полный, ну, блин. Ну, бредище. Ну, то есть такой, который можно более-менее, ну, соображая, что это, сопоставляя, что все-таки с реальностью, что правда, что неправда. Я, например, сопоставляю, где я живу, да, вот сейчас я живу в Тюмени, я реально хожу, я охотник, там, рыбак, хожу по лесу, копаю какие-то колодцы себе делал, там, эти. Вот у нас, понимаешь, плодородного слоя ноль. Сначала песок, потом глина, дальше опять песок. Где плодородный слой за миллионы лет, где? Не знаю, никогда у вас нет. Где деревья больше 150 лет? Нету. Ни в одной тайге не найдешь, я все тайги прошарил. Нету. А как вы определяете возраст дерева? Ну, вот по спилам. А, по спилам, ни одного. Ну, пусть, нету. Фу. Нету. Плюс, где эти леса, которые пусть даже свалились? Где плодородный слой? Он не может быть 5 сантиметров. Да. И что это тогда? К чему это ведет? Почему круглые озера? Почему везде у нас тут круглые озера? Вот просто они круглые. Вот конкретный круг. Так почему? Отвечайте, отвечайте, почему. Что-то падало. Что-то падало. Либо метеорит, либо что-то такое. Понятно. Поэтому они круглые, кратеры остались, туда вода затекла. Да, да. Они потом заполнились, заросли лесом. Очень глубокие. Вот я промерял, короче, то, что было там практически 12 метров, но ил начинается с полутора метров. Остальное ил. Потому что там густо растет вот это. Ну, у нас они называются мудорезы, всякие растения. Вот они там за 100-200 лет она там наложилась, это все делать. Можете даже загуглить. Забейте Мияги, Нижне-Тавдинский район. Так, сейчас. Еще раз повторите, пожалуйста. Мияги. Мияги. Нижне-Тавдинский район. Нижне-Тавдинский. Нижне-Тавдинский. Окей, забил. И что там? Вот Мияги, вот я вижу это поселение, вижу. Да, круглые. Вот сейчас вы прямо на меня смотрите, можно сказать. Ну, может быть. А теперь смотрите, поднимите и посмотрите, какие озера тут. Вот круглые Кошкаринки. Сейчас я даже вот... Кошкаринка, сейчас я от нее сижу 350 метров. Ого, купались там когда-то? Ну, там невозможно купаться. Почему? Ну, там все заросшее. Понятно. А вот озеро Большое Мияги, но оно не очень круглое, хотя есть определенные какие-то... Она практически круглая. Ну, тут есть, да, отросток такой немножко странный просто. Ну, это... Это может быть там песок брали, или еще что-то за эти там 200 лет. Вот озеро Чертанкулька. Тут есть карьеры. Слушайте, интересные названия на самом деле такие, очень-очень интересные. А они, знаете, названия, они знаете чьи? Я вам сейчас скажу, как раз вот эти приходили сюда переселенцы. Очень много было вот этих, как они, мордва, мордвы очень много здесь было. И названия татарские и мордвинские очень много. Много названий там и белорусских, и украинских. Потому что переселение после потопа было... А с европейской части очень большое переселение сюда дошло. Очень много поселков было. Украинских, белорусских, мордвинских и татарских. Так то есть реально тот Ноев потоп, он был не так давно, получается? Серьезно? Ну, нам его представили, что он был там слишком давно. А на самом деле это все было буквально 300-400 лет назад. А как тогда историография вообще идет? Сначала же были, получается, греки, римляне потом, потом средние века, потом еще куча времени прошло, новое время, и потом потоп только? Или как это? Это все было совершенно недавно. Как это? Почему? Почему историки так не думали? А почему летоисчисления переделали? Не знаете? Почему? Сейчас идет 7 тысяч, какое-то там 800, настоящее. А потом переделали это специально, чтобы... Там тысячу лет, короче, украли практически вообще. Просто вычеркнули. Забытое тысячелетие, так скажем. А как его вычеркнули? Там что вообще было? А потому что многие его не помнят. А есть они? Вот в iStick'е, посмотри, да, в iStick'е или в вальдодумце, не помню. Посмотрите, почему вы все забыли. Так, сейчас прям так и написано. А почему мы все забыли, да, получается? Почему мы все забыли? Почему мы все забыли? Канал iSpeak. Во, нашел, нашел. Ну, я как-нибудь посмотрю. Я тут вижу какие-то даже картиночки. Сейчас я вот прям вот даже попробую как-нибудь поискать. Там какая-то карта даже есть временная, правильно? А, вот, как раз карта. Документально подтверждаем исторический период. Всемирный потоп, 1342 год написано. И 1300, и 1700. Он там расскажет все. А, интересно, слушайте. Межпотопная цивилизация. А, вот, античный потоп 1675 года. Хм, слушайте. Потом еще глобальная катастрофа середины 19 века. Да, 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 да. А почему? Когда исчезла Тартария, вот это вот. Вот в те времена все это делалось. Слушайте, интересная тема, интересная тема. Всемирный потоп, раскол единой мировой державы. Ого. Да. Вот это римская типа империя. Считаешь, что римская империя. Это была держава, огромная держава была. И про языки как раз узнаете, почему разделились языки. А почему? Расскажите, спойлер сделайте. А, ну, потому что, да, потому что обособленно люди как бы вот послепотопные там, они, вот смотрите, даже вот Иваново, город невест, да? Ну, Питер вот по-своему говорит. Если сейчас закройте Питер, да, там, на несколько десятилетий, и, поверьте, через несколько десятилетий вы начнете не понимать тюменских ребят вообще. Наверное, да. Так как и в Иваново приедете, я приехал в Иваново, я просто угорал, как они там рассказывают, ну, разговаривают. Так же, как украинцы сейчас для вас, если насчет украинец говорить, вы половина не поймете. Ну, я согласен, да, с украинцами тяжело. Ну, я вот все, я вот все понимаю, а у них за период, пока они были там под Австро-Венгрией, у них много немецких слов, польских слов, турецких слов привнесено было в язык, который мы с вами, ну, вы, например, молодой человек не поймете, да? Я-то немножко пораньше, да, родился, я какие-то... Есть, например, на Украине там суржик, а есть типа литературный украинский язык, который был, он искусственный язык этот, он литературный, он искусственный язык. Ну, да. А Белоруссия тоже была там под литовцами, под Польшей, у них тоже вот это... И, соответственно, например, наши сейчас русаки приезжают в Германию, да? Вот я приезжаю в Германию, например, там, начинаю разговаривать, они на смеси русском и немецком говорят. Ну, то есть, русские слова подделывают по-немецки, ну, и, короче, вот такая смесь, у них свой сленг там образовался уже. И этот, понимаете, если сейчас их сгони в один анклав, да, вот этих вот немцев-переселенцев, у них образуется свой сленг. И в самой Германии, в самой Германии, например, идут субтитры, если говорят швабы, да, южные немцы, и северянам какую-то передачу показывают, у них субтитры идут. Они не понимают друг друга. Блин, интересно, интересно. Слушайте, интересный действительно канал тут прям вот, господи. Увлекательный канал. Окончание Кали-Юги, что это, почему Кали-Юга окончилась в 2008 году? Сейчас тогда что? Ну, я не знаю, может быть, я какие-то вещи не смотрел. А что такое Кали-Юга? А? Что такое Кали-Юга, кстати? Я не знаю, вы мне сказали, я не понял, если честно. А, там просто окончание Кали-Юги внезапно, там в конце, вот в 2008 год окончилась Кали-Юга. Да, это скорее всего там, ну, какого-то временного отрезка, который называется именно так. Ну, это может быть он из древнеславянского названия. А что такое древнеславянский в данном случае? Ну, когда древнеславянский? Ну, древнеславянский, они же очень давно, я говорю, тут даже нам-то, видите, историю писали, а на самом деле славяне очень давно сформировалось, как, ну, там же были древляне, там, вот эти, которые стали, там, поляне были. Ну, то есть, вот эти раздробленные, скажем, народности, да, примерно одинаковой языковой формации, но они были обособлены, потом, ну, кто-то соединился, кто-то ушел, например, как поляки, они ушли, они ушли и приняли католицизм, да, а славяне приняли византийскую веру Иисуса Христа. Ну, то есть, тут еще и вера, вернее, религия вмешалась в это дело. А вы знаете такого деятеля, как вот Юрий, Юрий, Юрий Степанович Рыбников, вот он тоже занимается историей, вот как раз с русскими, со славянами тоже работает. Не слышал, Чехно. Ну, вот интересно, он как раз вычислял, ну, это как раз про древних русов, рассуждал как раз древние славяне, древние русы у него, он счет русских как-то изучал, пытался его как-то вот, ну, обозначить, то есть, у русов древних был свой такой своеобразный счет, интересный, он его описывает, ну, в принципе, интересный, интересный мужчина. Не, ну, славянская культура, она очень древняя, я говорю, тут же, я говорю, вот эти даже потопы, они там во много вмешались в это дело, да, потому что, ну, потому что, вот, ну, даже сейчас вот за период, который я прожил, да, и помнят мои там деды, у нас же много менялось, революция эта коммунистическая, скажем, да, она привела, ну, скажем так, она, она на некоторое время убрала религию, да, ну, я считаю, что есть вера, есть религия, а вообще есть знания, да, верить это одно, а знать это точно, вы должны точно уверены, я говорю, верить, я верю, что есть Иисус Христос или там Бог, да, ну, либо ты знаешь, либо это верить, верить можно в что угодно. Ну, да. Верить это, ну, как бы философски тоже, да, ну, верю, не верю, верю, не верю, люблю, не люблю, там, ну, вот такая фигня. Тут ты должен конкретно знать, если ты знаешь, значит, то есть не говори, что ты веришь, ты знаешь. Ну, да. А если веришь, значит, ну, иди тогда вон в церковь и вери там до конца своей жизни. А как мы потопы-то не заметили, ну, то есть, почему мы несколько потопов... А вы как их можете забыть, его человеческая память очень короткая. Ага. Вы сейчас много, вот через лет 20, вы много чего не вспомните, поверьте. Ну, потоп я бы запомнил, например, да, то есть... Ну, вы понимаете, не получали тех, например, ну, вы не голодали, да, не знаете, что такое голод. Ну, наверное, нет. Вам никогда не понять, что такое голод. Наши еды голодали, они знают, что такое голод. Они никогда не обронят крошку хлеба. А мы можем корку выкинуть, скажем, а, и хрен с ним. Так что у нас разные понятия всего этого. Ну, да, действительно. Мы, что-то для нас, для нас это неприемлемо, вернее, для наших родителей это неприемлемо, а для нас это, ну, то есть, как два пальца обоссать. Ну, не, я на самом деле еду-то тоже не люблю выкидывать, но вот такое. Ну, оно, по крайней мере, если ты сам не можешь доесть, отдай кошечке, собачечке, там, курить, куречкам, поросюшкам. То есть, тем, что ты, сегодня она съест, а завтра ты ее съешь. Ты, как бы, ты отдаешь этот кусочек, чтобы его послезавтра скушить. Ну, да. Так. Вот такая вот катавасия. Фу, интересно, интересно, интересно. Так, не, на самом деле, да, я недавно котлеты выкидывал, помню, на самом деле, было. Они немножко подпортились, ладно, ладно, я вру, я вру, я выкидывал что-то. Это лучше, если вытащить, лучше вот собачки бегают иногда, знаете, на улице там. Они переварят это дело. Ну, я же их не съем, собачек. Зачем? Ладно, шутка. Ну, собачки, собачки, они же тоже пользу приносят. Какую? Ну, например, они, вот у меня собачка есть, он мне помогает в охоте. А, ну это, да, это ваша специальная собачка, а на улице собачки-то не приносит пользу. Ну, они же не виноваты, что их выкидывают. Ну, это да, это да. Эх, бедные собачки. Как к волонтерству относитесь вообще с собачками, чтобы вот... Есть волонтеры, я с некоторыми волонтерами знаком, хорошо? Нормально. Ну, кормят собачек, да, хорошо. Молодцы. Отлично, Аташик. Ну, вот, я тоже отлично отташусь. Ну, правильно делал, должно кушать. А у нас, у меня тут такие вопросы иногда созря. Как вы к абортам-то относитесь? К абортам нормально? Интересная тема просто про аборты. Нет, нет. Почему? Я отношусь крайне отрицательно. А почему? Запретить. Только лишь, если не позволяет здоровье. А, понятно. А с чем связано конкретно? Ну, это деградация. Почему? Ну, расскажите. Это неправильно. Ну, это неправильно просто из-за того, что человеческая сущность, она... Ну, для чего это все... Для чего это все дано человеку? Для того, чтобы... Ну, просто... Это так же, как... Ну, просто вы возьмете и... Отрубите себе руку и выкинете мусорку. Ну, да. Ну, почему бы нет? Почему бы не отрубить эту руку? И не выбросить? Она может вам не пригодиться. Вы же можете одной рукой кушать, правильно? Конечно. Ну, такое себе сейчас так говорю. Конечно, лучше... Не нельзя делать. А если изнасилование произошло? Долгами, например, ну вот. Ну, это... Ну, это все можно предупредить. То есть, когда это произошло, например, да? То есть, это можно сразу проверить. Это все можно сделать и предотвратить там. Это уже не аборт. Ну, в смысле, зиготу убить можно непосредственно в каком-нибудь там зачаточном виде или как? Ну, это... Ну, я думаю, что если изнасиловали сегодня, то уже завтра это можно все сделать. Ну, то есть, это было сделано насильно. Но тут человек сам не виноват. Да, это он не... Ну, это не по законам человеческим и не по Божьим. Хм... Ну, да, действительно. То есть, а тот, кто изнасиловал, это понятно, что надо делать. Обрезание вот это делаешь сектым башка. Ну, не башку, а вот эти отрезаешь, чтобы больше... Ну, чтобы вот у него в голове больше вот этот червячок не заводился. Тут можно это сделать. Поверьте, без него мир не оскуднеет. Не, ну, в принципе, да, в принципе, да. Эх, а как вы вообще относитесь тогда, еще одна тема, это еще одна тема, как вы относитесь тогда к смертной казни? Есть ли такие случаи, когда можно все-таки совершить смертную казнь? Вы просто про зачистки какие-то говорили из этого? Нет. Ну, они должны быть другого рода зачистки. Нет, я, смотрите, я, как сказать, боюсь, что... Наверное бы, не знаю, у меня такое двоякое, но я бы все-таки остановился на том, что все-таки можно изолировать этих людей, и чтобы они... Коль они родились уже такие, да, есть такие люди, да. Дело в том, что смертная казнь, ну, опять же, может ошибочно, да, там, ну, человек что-то сморозил. Нет. Я вам скажу, есть такая штука, как изоляция. Все-таки в тюрьме, причем не просто сидеть там и балдеть, он должен работать, он приносить должен пользу. Да. Ну, они сидеть там на нарах и курить бамбук. Вот эти все отношения, типа тюремские отношения, ну, тюряжные отношения, там, воры в законе и все такое. Не, Арбайтен, Арбайтен, еще раз Арбайтен. Ну, слушайте, спасибо за интересный разговор, мне было очень приятно с вами побеседовать. Ну, все, мне уже, на самом деле, действительно пора. Большое-большое вам спасибо. До свидания. Лидеру привет. Спасибо вам тоже. Привет. Всего доброго. Спасибо огромное за беседу. До свидания. Пока.